Всем большой-большой привет! Вот и наступил новый денек. У нас уже совсем лето. Вот такой вид из окна. Уже все цветет. Сегодня мы с вами сходим в магазин за продуктами. А потом приготовим очень вкусную запеканку. Курочку с овощами. Оставайтесь вместе со мной. Вот мы зашли в пятерочку. Какой ты хочешь сок взять? Может быть сады придоневые смысл? Яблоко вишни? Может и фрукта нет? Хочешь мультифрукт? Ну давай посмотрим. Может быть мультифрукт где-нибудь найдем. Так, что у нас тут еще? Нам нужно будет взять какие-нибудь пироженки или тортик. Сейчас посмотрим. Что здесь вкусненького есть? Может быть пироженки какие-нибудь? О, сынуль, смотри. Появилась фасоль хайнс в томатном соусе. По 59 рублей. Возьмем? Да, возьмем. Ну, бери баночку. Там срок нормальный, посмотри. На дне банки. На дне банки. Все, нормально. 19 февраля. Все, клади. Хороший срок. Все, пойдем дальше. Так, возьмем желе с вишенкой по 32,59. Очень вкусно. Так, что еще смотрим? Пойдемте дальше. А, нам нужно масло взять. Подождите, я масло возьму. Так, масло берем. Масло. Вот, бери, сынуль, вот это волкодольское. Хорошее. Бери, да, бери, хорошее, да. Вот это масло мы берем, очень вкусное. Все, дальше. Такие возьмем конфетки. Папе Левушка нравится. Есть степ, смотрите, степ есть по акции. Такие? Лилия, золотая лилия. Я не знаю, такие возьмем. Сынулька у нас помощник. Еще минералочку. Все, пойдемте. Что нам еще нужно? Что нам еще нужно, да, купить? Так, мы будем готовить запеканку. Что нам понадобится? Я уже подготовила. Кабачки молоденькие, 3 штучки. Также шампиньоны. Ну, здесь, наверное, граммов 400, я точно не знаю. Также одна куриная грудка. Я ее заранее замариновала. Специи, сметанка, чуть-чуть майонеза и кетчупа. На полчасика я ее замариновала. А вот она у меня постояла в специях. Также различные специи. Здесь вот у меня разный набор специй. Сванская соль. Различные приправы. Абхазская соль. Шашлычная смесь. Приправа для курицы. Это вот различные приправки. Мне сестра привозила из Абхазии эти приправы. Также картошечка, пару луковиц, морковь. Небольшой кусочек сыра у меня был. Петрушка, сметана. Немного положим майонеза и кетчуп. А также соль. Все вот эти продукты нам понадобятся для нашей запеканки. Сейчас будем готовить. Вместо курицы можно положить любое мясо, какое у вас есть. У меня была куриная грудка. Поэтому я буду использовать ее для приготовления. Так, ну что. Приступаем. Так, ну для начала слегка, совсем немножечко растительным маслом сбрызнем наш противень. Вот у меня такой противень стеклянный. Первым слоем я выложу мясо, которое уже замариновалось в нашу грудку, порезанную на кусочки. Аккуратненько выкладываем по всей поверхности. Нам нужно будет порезать картофель. Так, нарезаем картофель на кружочки. Примерно на такие кружочки. Нарезаем картофель. Я люблю нарезать вот на такие мелкие пластиночки. Выложим первый слой на нашу запеканку. Так, выкладываем первый слой картошки. Так, все. Выложили первый слой картошки. Теперь нужно будет порезать луковицу. Режем на полукольца одну луковицу. И выкладываем поверх нашего картофеля. Выложили лук. Даже, вы знаете, наверное, одной луковицы хватит. Я почистила две. Две будет много. Так, выложили лук. И немножко присолим нашу картошечку. Немного посыпем черным молотым перчиком. Совсем чуть-чуть. И совсем немного, у меня немножко осталось майонеза. В нескольких местах майонеза. И сметанки. Немножко сметанки добавим. Так, все этого будет достаточно. И чуть-чуть кетчупа. Немножко совсем. Отставляем нашу запеканку. Дальше нарезаем морковь. Морковь я тоже нарезаю вот такими кружочками. Тоненькими. Тоненькими пластиночками. Затем выкладываем морковь. Точно так же, как и выкладывали картофель. Кружочками нарезаем. Кружочками нарезаем кабачок. Кабачок я заранее очистила. Он очищен. Я всегда очищаю для запеканки. И так, нарезали кабачок. И так же, следующим слоем выкладываем кабачок поверх морковки. Аккуратненько, аккуратненько выкладываем наши пластиночки. Мы кабачок очень любим, поэтому я его кладу побольше. Такое вкусное весеннее блюдо, очень полезное, диетическое. Да и вообще, наша запеканка эта диетическая. Здесь, ну что лишнее, это только майонез, конечно, вот этот. Но его можно и не класть, это по желанию. Можете делать с одной сметаной, без майонеза. Поэтому очень вкусное, полезное блюдо. А, ну и так же кетчуп еще, да. Можете положить, вместо кетчупа можно положить свежие помидоры. Но у меня нет помидоров на этот раз, поэтому... Я сделала с кетчупом. Теперь нам нужно будет его посолить. Также можете добавить специи, ваши любимые. Я добавлю универсальную приправу для всех блюд. Очень вкусные приправы, такие пахучие, абхазские. Немножко кетчупа. Майонезика чуть-чуть. Сметанки. Следующий слой шарпиньоны. Порежем шарпиньоны. Нарежем тоже на тоненькие кружочки. Точно так же, как мы резали картофель и морковь. Выкладываем шарпиньоны. Также равномерно распределяем по всей поверхности. Так, вот таким образом выложили мы шампиньончики. Дальше нам нужно будет посолить. Я добавлю черный молотый перец. Дальше добавим немного сметаны. Так, теперь порежем зелень. У меня зелень петрушки. Следующим слоем поверх грибов выкладываем зелень, петрушки. У нас получится такое красивое весеннее блюдо, весенняя запеканка. Также в нее можно положить болгарский перчик. Это все по желанию. Если у вас есть красный или желтый болгарский перчик, тоже можно добавить свежие помидорчики. В эту запеканку можно класть любые овощи, которые у вас есть. Красота получается. Дальше нам нужно будет порезать следующим слоем картофель. Также на тоненькие кружочки. Всю эту нашу красоту нам нужно будет с вами закрыть картофелем. Так, порезали картофель. И всю нашу красоту закрываем шапочкой из картофеля. Также красиво выкладываем картофель. Нам нужно будет добавить немного очищенной воды. Совсем чуть-чуть. Чтоб наша запеканочка получилась сочной. Добавили воду. Посолили картофель. А вот я, наверное, добавлю сванскую соль. Вот у меня есть такая сванская соль. К мясу, к мясу, овощам, супам я добавлю сванской соли. Такие вкусные приправы, такие ароматные. Мне очень они нравятся. Добавлю, немного добавлю приправы для курицы. Такое катание. Нравится мне эта приправка. Немного сметаны. Немного кетчупа. Так же красиво распределим по всей поверхности. Вот у нас такая цветная весенняя запеканочка. Дальше присыпаем тертым сырком. Так же распределяем по всей поверхности сыр. Какая же запеканка. Вы знаете, уже прям стоит аромат этой запеканки. Уже прям сейчас хочется ее попробовать. Хотя она еще не приготовлена до конца. Еще мне хочется немного присыпать черным молотым перчиком. Немножечко совсем. Все, мои дорогие, вот такая запеканка у нас получается. Теперь мы ее отправляем в духовку, разогретую, до 180 градусов, примерно на час-полтора. Так, в зависимости, у кого какая духовка. Так, ну вот, я поставила нашу запеканку в духовочку. Теперь выставлю режим и пусть готовится. Так, ну вот, наша запеканка уже готова. Все. Всем хочу пожелать приятного аппетита. Вот такую вот красоту мне сегодня подарили на день рождения. Вот такие красивые розочки. Обожаю розы, обожаю такие быки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok